Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! С вами сегодня семьеведы-любители Колян Платков и Лена Магадан Сегодня мы поговорим о религиозных праздниконенавистниках Благодаря агитации этих активистов Мы с прошлого года начали отмечать праздник Хэллоуин И остались этим очень довольны У нас в детстве ничего такого не было В принципе мы замечательно жили и без этого праздника Но так как многие про него говорят То и мы решили высказаться И не просто высказаться Но отметили этот праздник Сочетав в нем и атрибутику стандартного праздника Хэллоуина И страшилки, ориентированные именно на православных Тема нашего ролика про православный Хэллоуин Вызвала большой интерес и непонимание Ну да, батюшки и епископы говорят Что Хэллоуин это сатанинский праздник А вы что, святее батюшек будете? Кто вас на это благословил? Самые умные что ли? Да еще хвастаетесь Не может быть никакого православного Хэллоуина Потому что такого не может быть никогда Так и было Поэтому мы и записываем видео В котором проанализируем Аргументацию борцов с так называемыми Неправославными праздниками С позиции логики, истории, религии и политики А без политики нельзя? Без политики нельзя С праздниками связана деятельность Общественных организаций Органов государственной власти И должностных лиц А это уже политика А как церковь в них втянута? А церковь так втянута Что это общественная религиозная организация Когда в праздники и его традициях В названии или атрибутике Есть что-то похожее на религиозную символику То священник, как должностное лицо Считает своим долгом Что-то сказать по этому поводу В том числе и нечто с множеством Логических противоречий И нарушений причинно-следственных связей Ну так на то и политика Если священник хороший политик То он промолчит Или скажет что-то нейтральное Типа, ну нет такого праздника В богослужебном уставе Церковь к нему никакого отношения не имеет Ничего не знаю Поэтому все вопросы по этому празднику Это не ко мне А если политик плохой То скажет первое, что на ум придет А на ум придет то, что кто-то сказал Или где-то прочитал В православной субкультуре Со священником спорить не принято Особенно когда он говорит проповедь Самвона Поэтому обратная связь не работает И священник иногда сам не понимает Какой бред он начинает вещать Говоря на тему, в которых он некомпетентен И получается У него работа о христианстве проповедовать А он вместо этого только детям праздники портит Ну в общем я прямо представляю Классический сюжет Новогоднего представления Из моего детства То есть собрал какой-нибудь Бармалей К себе в банду Всякую сволочь из разных детских сказок И решили они у детей отнять праздник Но тут дети и положительные герои Из тех же сказок объединились И этим отрицательным персонажам Дали организованный отпор И праздник детям Вернули И праздник состоялся Я когда услышал эгитацию на тему Что не надо праздновать Новый год А надо лучше поехать в паломничество В какой-нибудь монастырь То я так и представил себе Вместо Бармалея Священника Вместо разных этих отрицательных персонажей И сказок Компанию православных ревностных Не по разуму активистов Православные активисты Это уже тема для страшилок на Хэллоуин Пострашнее зомби будут Ну, чтобы понять праздник аборцев Надо посмотреть источники Из которых они черпают свои идеи Кстати, источники вроде бы чистые То какой-нибудь мученик Против языческого праздника в Древнем Риме Выступил То митрополит отказался Освящать царский дворец Из-за наличия в нем Античных статуй Языческих богов Однако Читая такую литературу Всегда надо делать поправку На совсем другое общество Которое было тогда И какое есть сейчас В средневековье Священник Это единственный Громотей на селе А епископ Это человек С самым лучшим Какое только возможно В то время образованием И к тому же Крупный феодал Обладающий Политическим влиянием А сейчас? А сейчас епископ Это руководитель Некоммерческой Религиозной Организации У которой В распоряжении Только Морально Устроевшие Здания Стоящие На безумно Дорогой земле И требующие Астрономических Денег На ремонт И обслуживание А приносящие Доход Сравнимый С доходом Какой-нибудь Коммерческой Палатки Священник И того меньше Образование У них Может быть Неплохое Вот Столько Окружают Их Люди Не Какие-нибудь Крестьяне Которые Умеют Только Лапки Клести И скотину Пасти А тоже Образованные И компетентные Люди Любая Мамочка Больше знает Про Хэллоуин И Новый Год Потому что Она Со своими И не только Со своими Детьми Этот праздник Празднует А священник Всю информацию Прочитал Из интернета А в интернете Пересказывается И репостится Одна и та же Статья Из Православно Патриотического Желтоватого Журнальчика Как-то так Хватит про общество И политику Переходим К анализу Аргументации Против праздников Это аргументация Одна Против Хэллоуина Против Дня Святого Валентина Против Дня Рождения А также И Против Любых Других Праздников Цитата Из Библии Она же Боевая Дубина Мракобеса Ну Библия Вообще-то Она Писалась В конкретное Время Для конкретных Людей Поэтому Вопрос К Тому Кто Цитирует На каких Основаниях Вы Уважаемый Праздник Обоец Приравниваете День рождения Царя Ирода На котором Пошли события Так Что Иоанну Крестителю Отрубили голову К Дню рождения Какого-нибудь Васи Пупкина На котором Все Выпили Закусили Поговорили Может быть Даже что-то Спели А потом Довольные И счастливые Разошлись По домам Даже не подравшись Это чужой праздник Ну В мире Со времен Каменного века Идет Культурный Обмен Вот и сейчас Праздник Который В нашей стране Не праздновался Вдруг Празднуется И это Замечательно Церковь Чем-то Недовольна Сама Празднует Покров По Святой Богородице События В Константинополе А празднуется В России Да Но это Языческий Праздник Христианам Его нельзя Праздновать Да Многие Праздники Имеют Древние Традиции Настолько Древние Что еще И христианства Не было Ну Например Масленица Раньше Да Был языческий Праздник Потом Добавились Элементы Христианской Культуры А когда Религия Естественным Образом Потеряла контроль Над культурно-массовыми Мероприятиями То праздник Стал Вообще Внерелигиозный Блины Едят Люди Всех Конфессий Всех Национальностей Всех Религий И радуются А разве Религия Потеряла контроль Над праздниками? Разумеется В Каменном Веке Всей культурой Заведовал Шааман В средневековье Христианский Священник Или епископ Которого Потихонечку Начинали Теснить И подсиживать Представители Светской Культуры Например Какие-нибудь Комарохи Чем Больше Научен Технический Прогресс Тем Уже Но зато Глубже Специализация Современные Общественные Праздники Они Всегда Вне Религиозные Потому что И церковь Не имеет Ресурсов И навыков Чтобы Организовать Хороший Светский Праздник И Этому Празднику Уже Тесно В Узких Религиозных Рамках В церкви Есть Анавык Этого Праздника Который Идет В другой День Во-первых На Одну И ту же Тему Может быть Несколько Праздников В той же Церкви Есть Никола Летний И есть Никола Зимний Во-вторых Люди Хотят Праздновать Именно Светский Праздник То есть Хотят Маскарад А не еще Раз В церкви Послушать Тропай Или Акафист Лучше Лишний Раз Сходить В церковь Чем На неправильный Праздник Во-первых Церковь Никуда Не денется А праздник Такой Только Раз В году Во-вторых Как ни странно Но почему-то Детям Интереснее Побывать На маскараде А не на Богослужении А я бы Предпочла На литургии Лишний Раз Сходить Чем На маскарад Ну Лен Я думаю Твои сверстники Тебя бы За такое Высказывание Просто Убили Правильно Сделали Потому что Ну вот Есть воскресенье Ну если Верующий И ходи В церковь Свободная От Учебы Время А всем Нормальным Детям Из-за Таких Вот Мракобесов Культурные Мероприятия В школе Не проведут Участие В празднике Это поклонение Темным силам Языческим Богам Тогда Посещение Музея Это тоже Поклонение Языческим Богам Вот стоят Музеи Статуи А под Статуями Таблички Наклоняется Посетитель Музея Чтобы прочитать Табличку На табличке Написано Апполон Вопрос Поклонился Ли этот Посетитель Музея Языческому Богу Аполлону Нет Конечно Поклонение Языческим Богам Это Было Организовано Общественное Мероприятие Обязательно Были Правильные Жрецы Правильный Храм И Правильное Жертвоприношение Ну А где На каком Нибудь Современном Хэллоуине Настоящие Языческие Жрецы Где там Жертвоприношения Ну Сектантов Есть Например У последователя Антона Лавея Хэллоуин Главный Праздник Сатанистов Но Люди Не к нему Идут А В какое-то Светское Место А если Ихне Жрец Заявил Что все Празднующие Этот праздник Поклоняются Верховному Божеству По имени Сатана А он Нам Не авторитет Пусть говорит Что хочет Интересно Почему Если Мирянин Купил Рясу И служит Малетны Это Самосвят А если Он же Надел Маску Чёрта То сразу По настоящему Служит Деву Да Ты не Заморачивайся Обычные Двойные Стандарты Кстати Чёрт Тоже может Быть Неправильный Такой Которого Казак Может Оседлать И полететь На нём За обувью Для своей Подруги Ну Как это Гоголь Описал В Ночи Перед Рождеством Его Чёрт Ни под Христианские Ни под Сатанинские Параметры Не подходит Просто Литературный Персонаж Праздник Это коммерческое Мероприятие Не надо Финансировать Буржуев Ну Читайте Капитал От Карла Маркса Буржуазия Без наёмных Работников Может Замечательно Выжить А наёмный Работник Без буржуазии Выжить Не может Зарплату Платят Трудящимся Для многих Это будет Откровение Исключительно Буржуазии 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 В электронном виде Через интернет Языческим Богам То Извольте Указать На Правильный Религиозный Обряд На наличие Законного Священника Той Религии В противном Случае Причина Следственная Связь Нарушена И вся Ваша Умная Мысль К реальности Отношения Не имеет А является Только Вашей Фантазией Все это Хорошо Но Как быть В реальности Когда Приходишь В храм Священник Начинает Говорить Что все Люди Которые Празднуют Этот Нехороший Праздник А мы Православные Этого Делать Не должны Потому Что Бла-ба-ба Ну Это Самое Бла-бла-бла По Православному Неофициальному Языку Называется Лить Святую Воду По Аналогии С Водой Обычной Которая В лекциях В учебных Заведениях То есть Надо Брать Пример Со Студентов Которые На этих Лекциях Сидят То есть Изображают Внимание А потом Занимаются Своими Делами Вот и Священник Вот Тот же Священник Он Не несет Ответственность За то Как Сложится Ваша Жизнь Если Вы Последуете Его Советам Все Духовничество Средневековое Было В монастырях Монастырь Это Военный Стратегический Объект И то Что Называется Церковным Термином Послушание Означает То же Что называется Светским Термином Дисциплина Если Кто-то Не верит То Попробуйте Взять И По совету Священника Пожертвовать Деньги На храм А потом Взять И через суд Эти деньги Вернуть Ну По Любым Предлогам А Ничего Не получится Потому что Думать Надо было Прежде чем Деньги Давать Вот Вот И Тем более Надо думать Если Дело Касается Не Денег А Организации Всей Своей Жизни И Жизни Своих Детей Решайте Сами Насколько Интересен Тот Или Иной Праздник Вам И Вашим Детям А Агитации Праздника Борцев Ну Поставьте Лайк Дизлайк Или Комментарий Напишите Люди же Все-таки Старались На этом Мы с вами Обращаемся С вами Были Семьеведы Любители Толян Подков Елена Магадан Подписывайтесь На наш канал Платочек Ставьте Лайки Пишите Комментарии А те Кто поставил Дизлайк Обязательно Напишите За что Дизлайк До свидания До встречи В следующих Видео Спасибо